Фестивальный микрорайон улица Казбекская. Несколько лет назад здесь началась масштабная стройка. Земля буквально заросла многоэтажками. И их могло быть больше, если бы эти инициативные жители не подняли шум. Почти таким же составом в конце прошлого года люди вышли на митинг и рассказали о своих проблемах краевым властям. Здесь находится последний клочок земли в нашем районе, на котором возможно расположить социальную инфраструктуру, которую жутко здесь вообще не хватает. Что садиков, что школы переполнены классами. Тогда жители микрорайона услышали, Вениамин Кондратьев поручил, чтобы вместо окон и асфальта здесь возвели детский сад, школу и поликлинику. Теперь застройщик проект перекраивает, а за ним пристально следят чиновники. И это принципиальная позиция краевых властей – создавать инфраструктуру, параллельно со строительством многоэтажек. Возводить жилые комплексы по таким правилам реально. К примеру, улица Восточно-Кругляковская. Ее застройка началась пять лет назад. За это время тут возвели десятки высоток, не забыли выделить землю и подсоцобъекты. На этапе проектирования мы учитываем все потребности людей, которые собираются приобрести жилье в нашем микрорайоне. Это и детские сады, спортивные, детские площадки, прогулочные зоны, где могут гулять мамы с колясками, совершать утренние пробежки. В такой политике, увы, придерживаются не все кубанские строители. Часто бизнесмены возводят дома друг на дружке, экономя метры и превышая нормативную плотность. Это одна из главных проблем в регионе. 300 человек на гектар – это предел. Нарушения могут привести к катастрофам. Кубань находится в сейсмически опасной зоне. В краевой столице подземные толчки могут достигать 7 баллов. На побережье и вовсе 9. Поэтому строить надо по всем правилам. Пересекать нерадивых теперь будут на стадии проектировки. В этом году по указу губернатора полномочия в области градостроительной деятельности передадут на районный уровень. Раньше этим занимались поселения. Много ошибок таких допущено на уровне поселенческом, что их надо уже исправлять. Поэтому только уровень района, не ниже, может заниматься градостроительными вопросами. Это выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, подготовка генпланов. Ну все, все, все. Подготовка генпланов. Это все должен делать районный, ну само собой городской округ. В зеленой зоне многоэтажка, водоохранная, индивидуальная застройка. Сегодня встречаются и такие серьезные нарушения. Вскоре их искоренят. В каждом населенном пункте сверят всю застройку с генпланом. Делать это будут поэтапно. В третьем квартале 2016-го процедура коснется Белореченского, Гулькевичского, Красноармейского и Новокубанского районов. В конце года Анапы, Темрюкского, Мостовского, Абинского и нескольких других муниципалитетов. В начале следующего запланированы Северский район и Кропоткин. Наведут порядок кубанские архитекторы и в самих городах. Улица Красная, пересечение Сарджиникидзе. Десятки лет назад с этого места открывался совершенно другой вид. Над музыкальным театром виднелись купола Екатерининского кафедрального собора. Кстати, одного из выдающегося произведения византийского стиля того времени. Теперь можно наблюдать разве что другие постройки. Подобных примеров хаотичной точечной застройки в Краснодаре достаточно. Ведь исторический облик начал стираться еще в 20-е годы. Вплоть до 90-х, когда строили где хотели и как хотели. Чтобы не повторялись былые ошибки, архитекторы края уже подготовили изменения в карту градостроительного зонирования. В частности, специалисты введут высотный регламент в центре Краснодара и запретят возводить здания выше 25 метров. Борьба с небоскребами, к слову, уже началась. Снизить этажность придется застройщикам на Красной, Пушкино и Северной. Только так можно сохранить исторический облик города. Я считаю, что у нас есть что сохранять, и поэтому вот эту позицию нужно всячески поддержать. Должна поддержать общественность, интеллигенция в первую очередь. Люди, которые понимают, осознают ценность памятников, архитектуры, готовы популяризировать это наследие. То есть за это нужно цепляться, пользоваться моментом. Но главная задача, которой стремятся краевые власти, вернуть себе полномочия градостроительного контроля. Сейчас он начинается только если здание выше трех этажей или больше полутора тысяч квадратных метров. То есть по сути муниципального контроля нет. И ударить по рукам недобросовестных строителей пока не вырос дом невозможно. Кубанские чиновники нашли выход, как в корне изменить ситуацию. Благодаря активной позиции губернатора Краснодарского края Ивановича Кондратьева, Краевое законодательное собрание выступило законодательной инициативой о внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации. По поводу этого поступила самовольная застройка, закликнувшая кубанские города. Благодаря этому законопроекту, если он будет принят, мы будем контролировать строительство от нулевого цикла котлована до полного завершения объекта и сдачи его в эксплуатацию. Краевые власти рассчитывают, что на федеральном уровне их инициативу одобрят. И тогда застройщики попадут в ежовые рукавицы. Даже мелкие нарушения скрыть не получится. А самострои вовсе исчезнут. Не с помощью тяжелой техники, а еще при закладке фундамента. Анжелика Ефимова, Денис Сидоров, Кристина Соколова, Сергей Целиков и Артем Лычко. Кубань, 24.